В зоне проведения антитеррористической операции боевики подвергают обстрелу школы и детские сады. Мы предполагали несколько дней назад, общаясь с вами, уважаемые телезрители, что все это будет делаться с целью дискредитации украинских военных. Мы знаем о перемещении военной техники, находятся на этой военной технике якобы украинские военнослужащие, якобы украинские силовики в форме национальной гвардии. По нескольку раз на день сдаются на разных участках государственной границы, но это было еще пару дней назад, и говорят о том, что вот они перешли на сторону так называемых Донецкой народной и Луганской народной республик, которые, я еще раз напомню, являются согласно украинскому законодательству террористическими организациями. Это к вопросу телезрителя, который уточнял у нас, кто же сегодня является по действующему законодательству террористами на территории украинского государства. Что касается вот этой информации об обстрелах боевиками школы и детских садов, она получена из официальных источников. Об этом заявил представитель информационного центра Совета национальной обороны и безопасности Украины Владимир Чеповой. Прежде всего, например, речь идет о некоторых районах города Краматорск. Информация свежайшая получена 23 июня, в тот день, когда мы с вами общаемся в прямом эфире. В частности, вследствие обстрела в Краматорске из миномета, боевики не идут, очень редко идут на такое столкновение непосредственно с нашими силовиками. Действуют подлые из-за сад или минометные обстрелы. Повреждено здание детского садика номер 88. Есть конкретные детские сады. К счастью, но это тоже вполне понятно и разумно. К счастью, в детском саду детей не было, так же, как и в школах. Ситуация остается сложной. Я напомню, что с 22.00, 20 июня, это была пятница, президент Порошенко объявил о том, что вступил в действие в мирный план президента Украины, который продлится, соответственно, до 22.00, 27 июня нынешнего года. Боевикам дано время сдать оружие, разоружиться, и российские боевики могут, насколько я понимаю, уйти на территорию России. Только кому они там нужны? Принимают только груз 200, насколько нам известно. За это время, с 20 июня, террористы уже 29 раз, вполне вероятно, пока мы с вами встречаемся в этой студии, уже 29 раз перемирие нарушили. Есть пострадавшие среди украинских силовиков. Вот такая информация. О мирном плане президента, каковы его первые итоги, есть ли вообще результаты этого мирного плана и какова, ну если хотите, тайная цель этого мирного плана, мы попытаемся узнать у нашего гостя. Здравствуйте, Геннадий Чижов, президент Южноукраинского центра этнических и политических исследований, политолог, человек, который редко дает прогнозы в нашей программе, но тем не менее эти прогнозы оправдываются практически всегда. Здравствуйте, Геннадий. Прежде чем я задам свой вопрос, я напомню телезрителям, телефон прямого эфира 737-73-10, говорим о мирном плане президента Порошенко. А в 17.50 в этой студии мы подведем первые итоги акции «Задай вопрос президенту». Озвучим самые интересные, на наш взгляд, вопросы, поступившие в редакцию для украинского президента. Итак, 29 раз боевики уже нарушили перемирие. И, как заявляет ряженый некогда Дед Мороз, а сегодня по совместительству так называемый губернатор, так называемый Донецкой народной республики, некто Губарев, боевики не собираются садиться за стол переговоров с Порошенко, считают себя некой легитимной властью. Более того, Губарев позволил себе в социальных сетях написать вот такую, скажу, мерзость, даже вот слово не совсем удачное. Он написал о том, что 22 июня ровно в 4 часа утра боевики Донецкой народной республики из миномета обстреляли позиции украинских военных. И он этим гордится. Вдумайтесь, 22 июня, 4 часа утра, то есть некий такой, знаете, сатанинский гитлеровский символизм. Вот они себя сравнивают, фактически сравнили с Гитлером. Итак, первые итоги мирного плана и имеет ли он механизмы практической реализации. Еще раз добрый вечер. Да, план очень интересный. Он признан Европе, даже признан президентом России, Путиным. Но вот в этом и заложена такая сакраментальная какая-то противоречие, что говорится одно, а делается абсолютно противоположное. Кстати, уже предупредили Россию на 21 числа европейцы и американцы, Европейский союз и секретариат США о том, что если будет нарушен и этот мирный план, то уже тогда будет введен, наконец, третий пакет санкций, который очень долго откладывался еще с 17 апреля этого года с так называемых венских соглашений. Русские уже испытывают терпение, Россия испытывает терпение. Понятно, что вы говорите о том, что боевики чудеса творят. Они, конечно же, не сядут за стол переговоров, и мы понимаем какую-то особенную, наверное, сверхдипломатичность этого плана. Наверное, сверхзадача этого плана была другая. Ну, во-первых, конечно же, показать миру, что наша страна в лице президента является миротворцем сама по себе. Мы не хотим войны, мы хотим мирного урегулирования возникшего вдруг откуда ни возьмись спора. И президент однозначно заявил, договариваться можно будет о чем угодно, кроме одного, о территориальной целостности Украины. Этот вопрос исключается. Значит, мы уже пошли тем путем. Кроме того, наверное, все-таки можно сказать, что это реверанс перед Западом. Этот реверанс основан на том, что существуют какие-то традиции мировой дипломатии, и мировой эстеблишмент воспринимает ситуацию так. Даем последнее китайское предупреждение, а потом уже, наверное, Украина должна осуществлять план «Б», а Запад свою часть плана «Б» в виде санкций. Поэтому можно говорить, конечно, обо военных моментах этой операции, о стратегических, но в целом это политический план. Ну, военный, наверное, то, что все-таки какое-то оттягивание времени есть. Он, кстати, будет завершен не в 22.00, 27.00, а все-таки в 10 утра, прозвучала неточная дата. Дело в том, что в 27.00 произойдет торжественное подписание в Брюсселе. Тут тоже идет привязка по дате. Символизм у нас преследует всю нашу жизнь. Как раз до недели не хватит, буквально полсуток. И вот в этот день торжественно должно произойти подписание остальных пунктов ассоциации политической и соглашение о зоне свободной торговли. И вот если уже, то пошло, представьте себе, что началось торжественное подписание. И Россия продолжает деструктивные действия, поддерживает террористов. Они тоже, эти боевики, ведут наступательные операции, ведут огонь по нашим позициям. Как это будет все выглядеть? Ну, будет выглядеть как провокация. То есть в этой степени я считаю, что президент поступает все-таки достаточно сверхдипломатично. Он дает понять, кто есть ху в этом плане. Ну, еще, наверное, все-таки есть другие политические моменты. Я бы назвал этим моментом то, что, несмотря на то, что план, набор декларации в целом, конечно же, и многие из его 15 пунктов, они достаточно спорные, но в целом мы, может быть, пройдемся потом по этим пунктам, но в целом я считаю, что он имеет право на жизнь, в целом он правильно составлен и решает основную задачу показать миру, что Украина в состоянии все-таки эту проблему локализовать и ограничиться потом мирным диалогом, пусть это будет растянутый диалог во времени, но избежать главного человеческих жертв. Вот поэтому ответ господину Пушилину, господину Болотову и всем остальным этим боевикам, даже не хочется их ни фамилий вспоминать, что вы, господа, сами себя роете яму и занимаетесь черной магией, когда в 22 июня в 4 часа вы говорите о том, что вы что-то отставите. Да вы просто хотите беды нашим народам, которые не хотят дальше, дальнейшей... Геннадий, мы еще пройдемся сейчас по мирному плану президента, действительно, все вот эти пункты, о которых вы говорите, они прежде всего имеют политический подтекст, а не военные. С военными там понятно, пусть в генеральном штабе наконец-то начнут разбираться. Я обязательно приведу цитаты, высказывания тех террористов, фамилии вы их отчасти уже озвучили, бывшего народного депутата Олега Царева, который спокойно почему-то разгуляет по Донецку, объявлен розыск генпрокуратуры, арестовать его не могут, тоже вопросы к правоохранительным органам. Но у нас есть телефонный звонок, общаемся с городом. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к господину политологу Кеннадию. Да, пожалуйста, говорите. Кеннадий, ответьте, пожалуйста, почему Испания не бомбит Каталонию? А то вжарили бы по Барселоне. Или почему Англия не бомбит Шотландию? Почему там не гибнут мирные люди? А у нас, если у людей есть другое мнение и другой язык, их надо убивать. Ответьте, пожалуйста, почему? Все-таки российская телевидение делает свое дело, продолжает сеять розы на территории Украины. Но это была ваша точка зрения, она прозвучала. Ну, я вот тогда могу очень коротко ответить одной фразой. Дело в том, что в Европе, как бы это ни было, но существует верховенство права, и в этом разделе основное место занимает права человека. Есть право на самовыражение, на самоопределение. Есть политический торг. Да, мы все знаем, что Каталония более развитая страна, в составе Испании, более развитая территория. Но, тем не менее, идет мирный переговорный процесс. Согласен. Но почему же вот в этой ситуации... Давайте говорить так, если назвать вещи своими именами, есть террористические акты, которым нет оправдания. Там же нет террористических актов. Это да. Есть там Ирландия, в которой удалось все-таки потушить вот тот гнев, который десятилетиями продолжался. Но там не открыт, если хотите, по сути, как в Украине, восточный фронт. Я сегодня по-другому не говорю. Идет война, только не объявленная. Поэтому я отвечу одной фразой, что если были бы действия так называемых, ну, наверное, федералистов в данном случае, не столько сепаратизма здесь, сколько федерализм, который должен быть на уровне права, на уровне конституционного решения вынесен, значит, на рассмотрение народа, то если было бы силовое нагнетание, то удар был бы еще мощнее, чем Украина проводит. Украина слабо еще бьет этих сепаратистов, террористов, боевиков. Опять-таки, потому что во главе права и жизнь мирных граждан. Этим все и объясняется. У нас есть телефонный звонок, буквально несколько минут, побудьте с нами на линии, обращаюсь к телезрителю. Комментарии от одних из лидеров террористов, это так называемый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай и Олег Царев, который, к сожалению, был в этой студии, пришлось мучиться, но тем не менее. Вот Бородай заявляет о том, что какие-нибудь переговоры с украинской властью могут проводиться только после того, как все части украинских силовиков выведут с территории Донбасса. А Царев, более того, говорит о том, что Киев должен какие-то компенсации выплачивать, и вообще Царев себя там кем возомнил. Но интересный момент, о чем сказал Бородай, и мы к этому подошли. Я мову оригиналу. Бородай подтвердил, что лидер громадского руха «Украинский выбор» Виктор Медведчук мав попередние контакты с представниками Донецкой народной республики. Скажу более того, на официальном сайте президента Российской Федерации фамилия Медведчука с выходных мелькает, как одного из посредников в переговорах между террористами и украинской властью. Комментируйте. Ну, зная лично Владимира Владимировича Медведчука, хочу сказать, что он подавал, конечно, надежды, что он будет все-таки прогосударственным украинским политиком и вел неплохо дела в администрации президента Кучмы, используя возможности многовекторности. Но, тем не менее, вот в данном случае мы видим, что все-таки его основная задача была поддержка стратегических целей России. Какие стратегические цели России? Их в данном случае пять. Первое, это, понятно, нейтральный статус Украины, и все пытаются они, чтобы мы не вздумали влезть, как мне кажется, в НАТО, в другой мир, в другую цивилизацию. Второе, это попытка установить хоть какое-то влияние в Верховной Раде Украины с помощью того, что будет все-таки парламентская республика, и будет создана очень сильная партия, серьезная, которая займет место партии регионов и коммунистов. Пророссийское лобби. Да, вот этот электорат, это население, которое все-таки еще верит в сказки постсоветского прошлого такого, наверное, будет их основными членами партии, избирателями, и попытка все-таки восстановить мировоззрение нашей такой новой империи, которую мы называем Евразийский союз. Дальше это будет все-таки тема языка, в которой я все-таки специализируюсь, но не хотел бы поднимать эту тему, потому что мы уйдем далеко глубоко. Но это уже несколько программ надо будет посадить, хотя зрители видите, вот тема языка их волнует. Только прокомментирую, что украинский язык на уровне того, что ты заговорил по-украински, тебя могут пристрелить, что уже было проявлено в Донбассе. О каком украинском языке мы говорим в Донбассе, о какой соблюдении Конституции и ее десятой статьи. Этого, конечно же, нет. Это, конечно же, все формально. Хотя президент в своем плане сказал, что он будет рассматривать эту тему, попытается создать максимальные условия для развития... Даже речь идет о внесении возможных изменений в Конституции. Да, чтобы был официальный язык и так далее. То есть гибкая политика президента, подход. И последнее, наверное, это все-таки, ну не последнее, а вот момент такой очень важный, связанный с тем, что если у них не удается в парламенте как-то влиять на политику государства, то тогда они выдвинут план все-таки федерализации. То, чего больше всего не хочет наша элита. Потому что получится, что федерализация, это будут местные князки, которые будут задавать темп, и блокируют все реформы, и децентрализацию провалят. Провалят развитие этого региона. Будет такой, так называемый, анклан Второе Приднестровье. Но и при этом еще будет... Только, мне кажется, последствия будут еще хуже. Да. И при этом стратегические цели, которые Медведчук толкает, это все-таки в гуманитарной политике, это еще раз переписать историю, оставить историю той, которая воспринимается Россией, а не Украиной. Хотя Украина имеет свою... А мне всегда в этом случае хочется напомнить россиянам, вы почитайте внимательно свою историю, историю Российской империи, кто вам ее написал. Да. При Петре Первом, да, господа немцы, вот вам такой подарок сделали, вы этой историей пользуетесь до сих пор. Ну, я хочу закончить мысль о Медведчуке. Действительно, Виктор Владимирович стратег, очень сильный конституционалист, но вот я считаю, что его фигура, конечно же, он не должен был соглашаться на то, чтобы он являлся представителем сепаратистов на Донбассе, а к этому все идет, и к тому, чтобы он был переговорщиком со стороны Европы в лице АБСЕ, то есть Организации по безопасности сотрудничества Европы Украины и вот этих сепаратистов. Это все-таки не его уровень, он должен все-таки оставить интересы Белой Украины, а здесь все заканчивается, и требования Путина после того, как началась миротворческая операция, силовые, он требует переговоров с учетом мнений террористов, то, что не приемлемо международным праве, и то, что после 27 числа, после 10.00, одновременно с подписанием в Брюсселе вот этого соглашения политического по ассоциации, даст право Украине однозначно, в соответствии с европейским законодательством, применить широкомасштабную полноценную боевую операцию. Это план Б, о котором вы уже отчасти говорили, который вступает в силу 27 июня, и если террористы не сложат оружие, они будут уничтожены. Но только в чем, это будет позволять теперь Украине продолжать антитеррористическую операцию, легализованную в мире, без, повторяю, подчеркиваю, объявления военного положения. В общем, секрет. То, о чем требовали ястреби, и вполне возможно, тоже бы сыграло свою позитивную роль, но об этом в отдельной программе. Здравствуйте, вы прямо в эфире, спасибо, что дождались нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела просить вас, скажите, пожалуйста, вообще наши войска способны уничтожить вот этих террористов? Ведь если это террористы, то есть у нас как бы еще не введены войска российской армии, официально не введены, хотя они формально существуют в виде террористов. Скажите, если мы не можем с террористами справиться, если не дай бог бы Путин бил войска, вот такие, которые стоят эти вот десантные, как бы мы воевали? Это один момент. А второй момент о том, что покуда мы с внутренним врагом не расправимся, ну, мы ничего не будем побеждать. Посмотрите, тех гуляет, сто царев гуляет, Медведчук предатель. Я не знаю, я как прочитала про родословную Путина, Януковича, Медведчука, вы, наверное, тоже читали их, но все же повторяется, и кибачка, такие тыны, и кибачка, такие тыны, и кибачка, такие тыны. Я понял, да, суть вопроса понятна, вернее, их прозвучало два, по армии и по нашим местным внутренним делам. Ну, если говорить по армии, то после того, как Петр Порошенко все-таки сумел выиграть время, и максимально, максимально, или на 100% закрывается граница, почти уже закрыта граница, появляется шанс окружения. И теперь эти боевики, ну, там в числе боевиков есть же еще не только наемники такие жесткие, а вот есть еще казаки, есть идеологические, как вы правильно сказали, элементы, которые люди, которые поверили в эту чушь, в собачью, в том, что... Ну, этих ряженых казаков, донецких, донецких в том числе, да, там на Донбассе кизяки, по-моему, называют, вот так, в простонародье, извините за мой французский. Так вот, они могут все-таки по этому коридору воспользоваться выйти, то есть страх должен побороться. Когда останутся только одни лишь террористы, сепаратисты, то есть специально обученные боевики, наемники, да, тогда уже армии, конечно же, гораздо будет проще победить. Я не думаю, что вы не правы, но вы все-таки правы, потому что Россия, если бы не было объявлено этого мирного плана, могла ввести приготовленный контингент в количестве 50 тысяч специально подготовленных десантников, то, о чем вы говорите. Но теперь, скажем так, мир четко заявил Путину, если будет вторжение в лице НАТО, в лице Евросоюза, в лице Соединенных Штатов, будет адекватный ответ, в том числе силовой. Будет силовой, адекватный ответ. Этого Россия испугалась, это уже хорошо. Испугался, значит, проиграл. Я не сторонник вот этих жестких таких подходов, но в данном случае уже перестали играть в кошки-мышки с Россией, и они явили, что G7, то есть семерка, приведет санкции экономические, а НАТО может сделать адекватный ответ. Что все-таки правильно поступил наш президент. И второе, ведь из 35 районов Луганской и Донецкой областей около 10 только контролируются сепаратистами, террористами. А 25 уже освобождены. Уже восстановлена в них власть, уже наши части там расквартированы, и они сжимают колесо окружения. Я скажу даже так, что есть нюансы, которые пока, уважаемые телезрители, вы тоже должны это понимать, пока не озвучиваются и не будут озвучены пока все там не успокоится. Ну это уж, если хотите, некие военные такие хитрости. Ну военные хитрости, я какую-то небольшую хитрость скажу, то что в самом деле Артемовская дивизия существует, в которой есть вооружение танковое законсервированное и оружие артиллерийское. Там очень большие склады. Да, и Красный Луч, и Красный Лиман. Вот в этих местах особо большое скопление боевиков. Для чего? Для того, чтобы показать при захвате этих территорий, что эти танки, якобы украинские, и сами же граждане Украины, которые стали теперь сепаратистами, на них начнут утюжить территорию и начнут оказывать сопротивление нашей армии. А вот тогда мы с вами, Россия будет иметь моральный шанс сказать, что здесь мы вводим миротворческий контингент, здесь идет просто, как назвал недавно, буквально на днях один из руководителей России, геноцид этнический. Вы понимаете, к чему они ведут? Они очень хитро, стратегически все спланировали. Но я думаю, что наш президент и Совет безопасности и обороны очень правильно разгадал ихнюю тактику и пошел на опережение. На опережение вот как раз и является этот миротворческий пранк, который, конечно, сырой, достаточно декларативный, но он был очень быстро принят, потому что сама Россия его согласовала первоначально. Путин так просто бы не заявлял о том, что он согласен с этим планом. Все-таки здесь для них приготовлена ловушка. И второй вопрос был о наших внутренних врагах. Один из лидеров афганских маджихедов, которые воевали с Советской Армией, говорил, что в таких условиях в пистолете должно быть 10 патронов. Один для врага внешнего и 9, большая половина, подавляющее большинство. 9 патронов для врага внутреннего. Я сам был в Донецке в те годы, был в Мариуполе, был в Луганске, был во всех этих городах, во многих горлов, как Роматорск. И я вам скажу, что впечатление было настолько подавленное от этого увожества, которое там было, от этого пьянства на улицах, от этой запущенности, неряшливости, грязи, пыли. И самое большое, что меня убило, что люди там, ну, тоже там зомбированы, но вот, например, я не смог купить ни одной центральной киевской газеты или демократической, ни «Зеркало недели», ни «ВВ», вечерних вестей, ну, ничего там не было доступа никакого. И вот это зомбирование населения, которое выражалось в том, что люди просто идут со смены и выпивают, выпивают пивом, алкоголь, и было видно, что там нет элементов гражданского общества, нет той необходимой культуры, которая должна быть на Украине. И в итоге люди, скажем так, были одурачены, были оболванены, и они являются, ну, это не больше 30-35% сторонниками возрождения такого патерналистского, то есть такого способа управления этой территорией, когда вы нам дайте кусок хлеба, а мы отдадим вам за это свободу и душу. Вот этого делать нельзя, конечно. Соответственно, это население, оно уже в большей степени как бы подвержено было влиянию, и оно концентрировано в таких самых промышленных городах, его трудно сейчас будет перебедить, поэтому оно, наверное, морально все-таки поддерживало до того момента, когда не пошла волна чего? Волна убийств, волна террора, волна... Мародерства. Мародерства, волна просто глоб-стоп на дорогах и на улицах, волна изнасилований, и волна, когда люди призывались в армию, насильно за шкирку вытягивались, если ты не пошел в эти отряды, то тебя пристреливали на глазах твоих родителей. Вот это уже должно стать рубежом, когда все-таки люди не сумасшедшие, не самоубийцы, они должны... Сегодня, кстати, в одном из районов Донецкой области неизвестные в камуфляже расстреляли автомобиль, убили водителя, пассажир в тяжелом состоянии доставлен в одну из больниц, а автомобиль изъят этими неизвестными в камуфляже. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. Что подключилось к передаче? Не слышала до этого, что говорили. Но вот я... Мне такой вопрос интересует. Вот вы всех людей, которые там живут на Юго-Востоке, приравняли к алкоголикам и прочим. А на Майдане, скажите, пожалуйста, были такие высококультурные, интеллигентные, добрые, мирные люди. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Подождите. Ну как вас зовут, скажите. Вы знаете, сколько там спида, туберкулеза и гепатита. Нет, не знаю. А вы знаете, вы анализы брали? Я знаю. Откуда? Информация, источник назовите. Знаю, знаю. И вы, приказ, вы тоже это все знаете. Я отвечу. Я понял. К сожалению, да, не называйте вы своего имени. Во-первых, не надо Юго-Восток говорить. Мы говорили о Донецке и Луганске. Юг — это мы. А вы явно, по-моему, не из Востока. Но это ваше право. Ну пользуйтесь нормальными источниками. Всех не равняли с алкоголиками. Я скажу так. Вот очень коротко. Я был на Майдане в Киеве несколько раз. И я был возле Верховной Рады, там, где стоял лагерь, о котором мы говорим, лагерь так называемых тетушек, то есть людей, которые были за деньги туда присланы. И я ходил возле палаты, я смотрел эту ситуацию, и я лично своими глазами видел, насколько отличается духовность и культура на Майдане от того, что я видел возле Верховной Рады, где наливали просто не стесняясь, закусывали тоже не стесняясь. То есть это было похоже на комедию какую-то. Они не были идеологически настроены за ценности Зайнуковича. И это, кстати, показало потом... Евгений Петрович, вы знаете, я, наверное, сделаю список тех людей, которые были на Майдане, не только своих родных, близких и друзей, а тех людей, которые сегодня составляют свет украинской нации, украинской культуры. Вам просто некоторые фамилии сейчас могу назвать. Братья Капрановы, Руслана, победитель Евровидения, ну и так далее, и тому подобное. Вы мне тут про спид рассказываете. Ну, может быть, мы хотели бы сказать, что это не вина людей, которые живут на Донбассе, а это их беда. Это беда. В условиях депрессии, депрессивной экономики, в условиях подавления специально, я считаю, олигархами, которые в основном представлены на Донбассе, они, кстати, выход из Донбасса, большая часть, сознание людей, мировоззрение их, возможности выразить свою позицию, ущемление свободы и прав жесткого. Люди, конечно же, пытались уйти, наверное, многие из них уходили в пьянство. Это я видел своими глазами. Вот просто видел, как идет в Мариуполе с комбинатом имени Ильича, где работает 63 тысячи человек, вот такая там балочка, идет, прямо начинается серо-черная масса огромных этих уставших людей, металлургов, и стоят в ряд палатки, чуть ли не военные такие, зеленые, коричневые, пятнистые, они заходят туда, упивают 100 грамм и запивают пивом. Я это клянусь, я это видел лично в 92-м, 93-м году. Могу подтвердить, потому что я сам... Это страшно, на самом деле мы хотим добрать им людям, чтобы они начали переквалифицироваться, искали себе другие специальности, потому что многие предприятия будут закрываться, многие шахты будут закрываться. Петрович, смотрите, мы затронули тему Майдана, я, конечно, сейчас о Майдане говорить не буду, но то, что назвали Майдан революцией достоинства, это да. Вот человек, не в обиду вам сказано, абсолютно ничего личного, я телезрительница обращаюсь, вы даже, не знаю, побоялись, не захотели назвать просто своего имени. Мы в этой студии говорим, мало того, что публично выступаем, высказываем свои имени, потому что это одно из достояний Майдана. И мы работаем в условиях агрессии российских террористов, которые воюют с Украиной, с каждым из нас, с каждым украинцем. Остается буквально пару минут, но тема, которую я хотел бы затронуть, очень краткий, фактически блиц-ответ. Буквально за несколько часов до начала нашей программы поступила информация о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко приказал приостановить транзит российского газа в Европу через территорию Беларуси. По словам Лукашенко, поставки возобновятся только, если Кремль отдаст 260 миллионов долларов долга. Такой поступок президента Беларуси объясняется тем, что «Газпром» уменьшил поставки газа в республику до 85%, что ставит под угрозу нормальную работу белорусских предприятий. Вот и батька решил тоже скремлюсь и обвести более активно. Вообще, тема газа, мы перешли сейчас, Россия ноль поставляет в Украину. Что делать с этим? Буквально минуту, если можно. Я думаю, что... Выдержим? Я думаю, что Украина с трудом, но выдержит этот момент. И я вообще думаю, что этот вопрос все-таки является геостратегическим вопросом газа. Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Европой по этому вопросу. Она, во-первых, уже упустила очень выгодный контракт по реконструкции газотранспортной системы и слетела с этого контракта. Теперь деньги, которые будут осваиваться западными компаниями, уже не достанутся россиянам. Соответственно, будет четкое, безусловно, выполнение России поставок в Европу. И никуда нет этого не делать. Потому что слишком большой капитал в этом вопросе задействован. Все. Ну, это тема отдельного разговора. Спасибо, что были с нами. Наш разговор вызвал такое восприятие зрителей. Да, эмоционально. И от сердца, я уверен, все вопросы шли. Мы ценим каждую точку зрения. Даже если с ней не соглашаемся, звоните нам. В 17.50 в этой студии вы узнаете первые итоги нашей акции «Задай вопрос президенту Украины». Мы озвучим самые интересные на взгляд нашей редакции вопросы, которые поступят в администрацию Петра Порошенко. Геннадий Чижов, политолог, был гостем нашей программы. Встречаемся через 20 минут в этой студии. Просто пролетело время, было пол сарази, но не было.